Привет! Сегодня мы с тобой будем решать пятый экзаменационный билет категории С машиниста Харис Машинист. Давай приступим. Что следует сделать водителю перед началом работы на самоходной машине с прицепом. Подавать звукой сигнал, отпустить соединение тормоз, присоединить с торговой цепи, это, конечно, все это можно, но есть четвертый вариант, который можно сделать все. Ответ номер 4. Ответ правильно. Второй вопрос. Можно ли эксплуатировать самоходную машину со снятыми зеркалами заднего вида? Конечно, можно. Конечно, можно. Посмотрел назад, вперед, назад, направо, налево. Все, поехал. Но, чтобы сдать вопрос правильно, надо нажать на 3. Нельзя. Вопрос номер 3. Самарный люфт в рулевом управлении самоходной машины превышает допустимые значения, указанные с заводом изготовителя. В этом случае, эксплуатация запрещена. Не спрашивайте, просто и далее. При каком уровне внешнего шума самоходная машина запрещается ее эксплуатация? Какое отношение от прямой линейности движений допускается при торможении самоходной машины? На торможении нажал, он юзом пошел. 1,5-50 сантиметров. Следующий вопрос. Можно ли на самоходной машине с неисправными замками дверей кабины? Можно ли работать на самоходной машине с неисправными замками дверей кабины? Обещено. Так как во время движения дверь может открыться и ты можешь вылезть оттуда. Вопрос. Обязательнее ли пристеговать с ремнем безопасности, если самоходная машина с ним оборудованием? Короче, это только при транспортном переездах, только аккуратно в другом. В общем, надо обязательно по выходу эксплуатации. Восьмой вопрос, как всегда, медицинский. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома и мобилизации позволяет уменьшить будет, предупредить о осложнении и шок. Ура! Мы ответили на еще один билет. Билет номер пять. Все. Всем пока.